В эфире Наульского телевидения информационный выпуск новостей. В студии Альфред Валяхметов. Здравствуйте. Великая Отечественная война стала жестоким испытанием для нашего народа. Страна победила благодаря не только мужеству солдат на полях в сражениях, но и самоотверженному труду каждого жителя нашей Родины. В нашем районе сейчас проживают без малого три сотни тружеников тыла. Одна из них Аниса Ахмадиева. Сегодня ей исполнилось ровно 90 лет. Поздравить и вручить памятные подарки юбиляру пришли секретарь совета района Вильник Мадзянов и председатель совета ветеранов района Рима Фазылова. Они выразили благодарность Анисе Мирзахановне, многие годы трудившейся на благо нашего района. Она часто вспоминает, какими тяжелыми были те годы. Работать нужно было очень много. Еды не хватало. Было холодно и голодно. Мы были очень рады. Мы были очень рады. Мы не были в штрафе drafting, ошетари, ошетари, ошетари и огнем. Мы были не в туder, одни не в тул И приenvironке белив publishers бегаю ей. Государ痛, река дав示, выивая. Результат непод nasal непрящего перес blir. Пережили и голод, и нищету, выжили тем, что послал Бог, ели все, что растет на поле. Хлеб мы хоть и сами растили, никогда, можно сказать, его не видели. До седьмого класса училась в деревне, возможности получить дальнейшее образование не было. Работала наравне с мужчинами в колхозе, и сено косила, и урожай убирала. Всю тяжелую работу выполняла. Хотя и держали свою скотину, молоко и масло для нас не оставалось, все отправляли на фронт. Денег не было, питались тем, что Бог пошлет. Такого изобилия, как сегодня, не было. И благодаря этому, я думаю, мы смогли дожить до такого возраста. События тех тревожных дней остались яркими воспоминаниями на всю жизнь. Сейчас у Аниссы Ахмадиевой трое детей, шесть внуков и десять правнуков. Как признается именинница, самое главное, чтобы все были счастливы и здоровы. Подобные памятные подарки, поздравительные открытки в честь 75-й годовщины Победы получат все юбиляры труженики тыла, перешагнувшие 90-летний рубеж. В 2020 году в Башкортостане планируют отремонтировать более трех тысяч подъездов многоквартирных домов. Об этом сообщил вице-премьер-министр жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан Борис Беляев на еженедельном оперативном совещании. Его провел глава региона Радий Хабиров во вторник, 25 февраля. Перечень подъездов формировался совместно с муниципалитетами. В настоящее время региональный оператор провел техническое обследование двух с половиной тысяч подъездов. В ходе подготовки к реализации программы муниципалитеты выявили 27 подъездов, где необходимо установить пандусы. На модернизацию наружного освещения в 2020 году в Башкортостане выделят 333 миллиона рублей. Эти средства направят на замену и установку 16 тысяч светильников. При этом конкурсные процедуры будут централизованными. Опробный образец оборудования из каждой партии до установки подвергнут лабораторному контролю на соответствие всем техническим требованиям. За прошлый год диспетчеры системы 112 приняли более 2 миллионов вызовов. Ежедневно центр обработки сигналов получает порядка 6 тысяч звонков. Такие данные озвучил председатель Госкомитета Республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям Фарид Гумеров. Башкортостан стал третьим регионом в Приволжском федеральном округе, организовавшим систему обеспечения вызова экстренных служб по единому номеру 112. В развитие железнодорожной инфраструктуры Республики в 2019 году инвестировали 4 миллиарда рублей. Железнодорожный транспорт в регионе перевез 24 миллиона тонн груза, что на 2% больше уровня 2018 года. Пассажирские перевозки увеличились на 0,6%. С вокзалов региона отправились 4,5 миллиона человек. В числе ключевых задач Куйбышевской железной дороги на 2020 год – реконструкция Уфимского железнодорожного вокзала. Первый ее этап планируют завершить к началу летних пассажирских перевозок 1 июня. В нашем районе продолжается фестиваль «Фронтовые концертные бригады Полевая почта Победы». Он проходит в рамках районного проекта «Янаул поколения Победы». На этот раз свое выступление продемонстрировал творческий коллектив кармановского сельского поселения. В своем выступлении артисты постарались отразить события военных лет, ожидания вестей и страх неизвестности, горечь потерь родных и близких. Победы. 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 Они принимали полевую почту, именно эти треугольники, которые им приносили горе в дом. Организатором данного мероприятия явилась Шай Мухаммедова Гульнас Феликсовна, художственный руководитель СДК села Карманово. Театральное выступление завершилось передачей «Частички вечного огня» и «Сумки полевой почты победы» следующему участнику фестиваля. Кисакаинскому сельскому поселению. Активные семьи воспитанников детского сада номер 9 «Рябинка» приняли участие в празднике Шежере. Мероприятие приурочили к Международному дню родного языка и 75-летию победы. Конкурсанты рассказали о своих корнях, о героях Великой Отечественной войны, подготовили презентации и составили родословную. По условиям мероприятия семьи должны были приготовить национальное блюдо и музыкальный номер. Праздник Шежере провели воспитатель по изучению родного языка Гульнас Абдулина и музыкальный руководитель Анжела Шакирянова. Подобные тематические встречи в детском саду «Рябинка» проводятся регулярно. На эту были приглашены башкирские семьи. Гульнас Абдулина подбирает пять семей, которые живут в нашем районе. Удмурты, марийцы, башкиры, русские, татары. А в этот раз в годы башкирских, заканчиваются только башкирские семьи. Младшее поколение должно знать историю своего рода, помнить свои имена, своих предков, чтобы уметь создать свой жизненный путь. В наших силах разжечь эту безграничную любовь в поколение будущего. Я рассказала о своем дедушке со стороны папы Максуми Ибрагимовича. Он участвовал в советско-финских сражениях в 1939 году. Далее участвовал в Великой Отечественной войне и вернулся домой старшиной в 1946 году. Замечательно, что в садиках проводят такие проекты шажере, потому что и мы сами, и главное наши дети уже больше узнают историю наших дедушек, прадедушек. На этой неделе россияне отмечают один из самых щедрых и веселых праздников – Масленицу. Интересный факт, но до конца 14 века Масленица была и встречей Нового года. А по давним поверьям считалось, как встретит человек год, таким он и будет. Поэтому не скупились русичи в этот праздник на богатое застолье. Но какая же Масленица без блинов? Печь их начинали уже в понедельник. За что лично я люблю Масленицу? За то, что праздник длится целую неделю. За это время можно попробовать множество блинчиков с разнообразной начинкой. А для того, чтобы попробовать испечь некоторые из них, я пригласила на свою кухню повара-технолога Алену Решетникову. Алена, здравствуйте! Здравствуйте! Какие блинчики мы будем с вами печь сегодня? Сегодня мы будем готовить классические тоненькие блинчики. Для приготовления теста нам понадобится яйцо 3 штучки, мука 300 грамм, литр молока, 2 столовые ложки сахара и половину чайной ложки соли. Идем на соль. А в готовое тесто мы добавляем столовые ложки растительного масла. Алену, как определить, когда блинчик наш пора переворачивать? Я определяю таким образом. У блинчика есть каемочка. Когда она приобретает золотисто-коричневатый цвет, значит, нужно уже переворачивать. Мы уже испекли несколько классических блинчиков. А как мы эти блинчики можем разнообразить? Мы будем с вами готовить блинчики с припеком. А что такое припек? Припек – это начинка, которая добавляется в блинчик во время жарки, во время приготовления. Зачем? В качестве припека можно использовать ветчину сыром или яйцо с луком. Любителям сладкой выпечки в качестве начинки отлично подойдут нарезанные яблоки, груши или бананы. Вместе с Аленой мы приготовили уже два вида блинчиков. И я знаю, что у тебя есть еще один рецепт. Поделись! Да. Чтобы приготовить еще один вид блинчиков, мы в часть теста добавляем сваркольный сок. Все эти блинчики были не сладкими. А чем вы можете порадовать наших маленьких телезрителей? Все дети любят шоколад. Это известный все факт. Поэтому мы приготовим шоколадные блинчики. В какао добавляем чай с тестом. Вот что у нас получится. Что-то мы будем на вытектов. Что-то просто нанеси. Шоколадные блинчики. Или будут? Мешаю. 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 Спустя буквально час у нас готово пять видов блинчиков. И это благодаря нашей Алене Решетниковой. А теперь мы спросим наших самых главных экспертов, понравились ли наши блинчики им. Ребята, кошки? Да. По довольным лицам наших маленьких экспертов, видно, сразу блинчики пришли с ребятам по вкусу. Кому-то ближе шоколадные, а кто-то не прочь побаловаться блинами с припеком. В любом случае, даже самый обычный блин в масленичную неделю будет особенно вкусным и ароматным. Таковы новости к этому часу. Далее эфир продолжат мои коллеги. Я с вами прощаюсь. До новых встреч. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры подогнал «Симон»